...на озеро Иссыкуль и вернулись не с пустыми руками. Египет и Томская область будут сотрудничать. Масштабные планы на будущее сегодня обсуждали губернатор Сергей Жвачкин и министр высшего образования Арабской Республики Египет Эль-Саед Ахмед Абдельхалек. Оказалось, интересы нашего региона и ближневосточной страны пересекаются не только в части туризма. В чем еще знает Екатерина Лоскутова. Техническое сотрудничество между Египтом и Томской областью. Подготовка иностранных студентов в Томске. Об этом и о многом другом шла речь в ходе рабочей встречи губернатора Сергея Жвачкина и министра образования Египта. Встреча проходила в кабинете главы региона. Сергей Жвачкин и министр образования Египта Эль-Саед Ахмед Абдельхалек обсудили перспективы сотрудничества египтян с Томским научно-образовательным комплексом. Томск может стать кузнецей кадров для двухсторонних российско-египетских проектов. В таких областях, как машиностроение, добыча и переработка полезных ископаемых, в частности нефтехимия. Также одно из приоритетных направлений сотрудничества – информационные технологии и здравоохранение. Наши специалисты по данным направлениям сегодня востребованы как в России, так и за рубежом. У нас действительно большой опыт, большая история. Нам есть что рассказать, и мы с удовольствием будем учить и показывать вашим студентам. Мы считаем, как нам кажется, россияне готовы к обмену технологиями, и не только технологиями, но и различными продуктами, товарами. Рынок Египта заинтересован в поставке томской продукции, промышленные вентиляторы для Каирского, метрополитена, кабельная продукция, электродвигатели, специализированные товары для нефтегазовой отрасли. Интересные томские фармацевтические препараты и изделия медицинского назначения. На сегодня связи Томской области и Египты в основном сконцентрированы в туристической отрасли. За год Египет посещают более 2,5 тысяч томичей. В планах дальнейшего сотрудничества региона и Арабской республики подготовка египетских студентов, томских вузов, в том числе специалистов по атомной промышленности. Екатерина Лоскутова, Андрей Степанов, Вести, Томск. В Томске сегодня начали подводить итоги большого традиционного фестиваля «Праздник топора». В их фестивале «Праздник топора»